Поставляет этому зданию как бы манифелировать, придать какие-то новые очертания, придать новые смыслы и так далее. Поэтому всё это прям пространство и природа — это главные темы. Фонари на крыше, они расскажут это. Эти фонари, они, так сказать, светящиеся, они постоянно напоминают о как бы неких принципах, о неких мирах, который связан на эту волю. Это просто такой мистический смысл, но очень не хотелось прямых ассоциаций с войнами, пиками и всем прочим. Это, скорее, не так. Это, скорее, просто некая исколотость Земли, заранность Земли, которая, так сказать, будет происходить на десанты Земли. Это такая история. Смотровая площадка может изменить 50 человек. На площадке принимают лифт. Так что это всё вполне хорошо. Вот так выглядят вечерние площадки. Смотровая площадка. Лесница, ведущая на площадку. Это тоже одна из важных, так сказать, таких существенных элементов. Например, мы можем идти 100 метров ко входу, или можем подниматься в эту площадку. Это тоже путь. Как партус, тропа, ведущая на площадку. Длинная прямая лестница, ведущая на эту площадку. Это всё элементы не было психологической и психологической работы. Мы играли таким образом с посетителем для того, чтобы всякий раз не просто, так сказать, у нас есть какие-либо впечатления, не касающиеся, так сказать, этого события. Но вместе с тем предоставить ему возможность чтобы попытаться одни с собой. Хотя бы преодолевая это или иное пространство. И пытаясь осмыслить или оценить, или верить себе те впечатления, которые мы получили. Поэтому все эти пути, они вполне осмыслены. Значит, нам это выглядит со стороны дороги. Вот вечернее, так сказать, здание. Путь. Это дорожка ориентирована назад. Как вы можете видеть, что как раз Солнце садится вот, думаем, в этом мы проходим. Мы проходим на сегодняшний катастрофу и пощадки. Так это выглядит вечером. И вот замечательная карта, которая сделана на рынок столков. И вот здесь, ну, плечах не надо сказать не… А теперь я хочу попросить… Продолжение следует...